Утро на телеканале Россия продолжает вести Чувашия. В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре понедельник 7 июня. Меньше недели осталось до очередных длинных выходных. Напомню, кто трудится по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать с 12 по 14 июня. Советую выходные провести с семьей на природе. Я подскажу, какие интересные места в Чувашии можно посетить. Первая достопримечательность – Макринский мост в Канажском районе. По некоторым данным, длина сооружения составляет 400 метров, высота 20. С ним связано несколько легенд. Одна из них, что мост был построен еще до Первой мировой войны. Дальше советую отправиться в Маргаушский район, на водопад Серебряный каскад. Он самый крупный в регионе. Неподалеку от него находится и старейший дуб Чувашии, который занял второе место в конкурсе «Российское дерево года». Кстати, в этом году нашему дубу исполнится 370 лет. Диаметр его ствола – 182 сантиметра. В поездках не забывайте следить за детьми. Не оставляйте их без присмотра и дома, чтобы не случилось беды. Быть внимательными взрослых просят и медики. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте своего ребенка в периоде от двух лет, до 7 лет. Страх, когда ребенок просыпается один или остается в комнате один, будет его двигать к окну. Туда, где вы со своим ребенком ждали муж, жену, бабушку, дедушку. Этот страх будет двигать его к окошку, чтобы увидеть знакомые лица. И здесь может случиться роковой случай. Первые случаи падения малышей с высоты были зафиксированы с наступлением теплых дней. Открытые окна, москитные сетки представляют смертельную опасность для маленьких детей. Врачи советуют – не играйте с детьми на подоконнике, убирайте оттуда игрушки. Ответственно относитесь к шторам. С них не должно ничего свисать, что могло бы ребенку забраться на подоконник. Но если все же беда случилась, ни в коем случае нельзя брать на руки упавшего малыша. Таким образом можно усугубить его состояние. Надо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103. К другим новостям. С 1 июля в Чебоксарах свой автомобиль на платных парковках можно будет оставить бесплатно на 1 час. Сейчас этот промежуток времени в 4 раза короче. Не получить штраф можно всего за 15 минут стоянки. С июля бесплатный час будет действовать на всех парковках, кроме одной. На улице Ленинградской, недалеко от Красной площади, организуют новую платную стоянку. На ней оставлять машину, не платя ни копейки, можно будет лишь на 15 минут. Также со следующего месяца выходные и праздничные дни, а также в будни после 6 часов вечера парковаться на платных стоянках можно будет совершенно бесплатно. В начале июля, точнее 7 и 8 числа, в Чебоксарах пройдет финал окружного конкурса «Успешная семья Приволжья». В столицу Чувашии приедут 14 семей из всех регионов ПФО. Подготовка к конкурсу идет полным ходом. Уже сформированы жюри. А для участников и гостей готовят культурную программу. Они посетят чувашские музеи, достопримечательности, театры. Также их ждет велосипедная прогулка по заливу. Напомню, на окружном конкурсе «Наш регион» представляла семья Львовых из Чебоксар. Она победила на региональном этапе. У Львовых подрастают 9 детей. Таковы вести к этому часу. Я желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин